Полицейские задержали хитрого поджигателя двух автобусов, которые накануне ночью сгорели дотла в Ломоносовском районе. Полыхающие новые машины на стоянке перед съездом на Ропшинском заметили проезжавшие мимо автомобилисты. Они и позвонили в экстренные службы. А камеры видеонаблюдения зафиксировали темный мужской силуэт, который бесстрашно ринулся от вспыхнувших машин через кольцевую. К вечеру предполагаемого поджигателя задержали в Кингисеппе. Ему 43 владелец автотранспортной компании. И новые китайские автобусы, как сообщил мужчина на допросе, его собственный в лизинг взял. А с канистры бензина и зажигалкой пришел на стоянку, чтобы скрыть их истинное состояние. Теперь хитрый бизнесмен, фигурант уголовного дела об умышленном уничтожении имущества путем поджога. По какой причине совершили поджог? Разокуплектованные автобусы были. Что именно сделали? Салон и резину. С обеих автобусов? Да. Понятно. Куда сбыли? Продал. Еще одного автоподжигателя полицейские задержали в Калининском районе. Тот не стал ждать ночи и поджог кабину фургона, припаркованного во дворе одного из домов по проспекту Культура, еще до заката. Причем сделал это на глазах у изумленных прохожих. В наручниках оказался через считанные минуты. Подозреваемому 37 лет был судим за наркотики. Теперь фигурант дела о поджоге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...